Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы поговорить о сюрпризе от разработчиков, которые они нам решили устроить. Абсолютно всем игрокам выдадут типа 59, а также довольствие в виде голды. При этом при выполнении простых условий ты получишь себе специальные красивые такие камуфляжи и эмблемки, которые тебе наверняка очень даже сильно понравятся. Хочешь это все получить, смотри видео. Ну а спонсор данного видео сайта воткит.ру, ежедневно тут проводится розыгрыш 5000 золота, а из кейса есть шанс сурвать премтанки и огромные суммы в голде. Данный сайт также дает каждый шестой кейс бесплатно и выгодную реферальную программу. Ссылка на сайт находится в описании под этим видео, там же промокод, который дает скидку. Также ты можешь поучаствовать в бесплатном розыгрыше золота. Для этого достаточно подписаться на канал, поставить лайк и в комментарии указать ссылку на профиль ВКонтакте, или игровой ник, или почту от аккаунта, или любую другую связь. Итак, ребята, что же разработчики такого интересного нам приготовили? Во-первых, они выкатили специальный очень крутой сервер, который называется World of Tanks Classic 070. В принципе, многие, даже я, прогнозировали такое, судя по анонсу, и вот все-таки это вышло. Что же мы в итоге получаем? В пятницу нам, 29 марта, дадут 900 золота и 220 тысяч серебра и 3100 опыта. В субботу, 30 марта, дадут 1000 золота, 200 тысяч серебра. В воскресенье дадут 2200 золота, 200 тысяч серебра, 15 тысяч опыта. В понедельник дают 5000 золота, 1 миллион 200 тысяч серебра, 40 тысяч опыта. Во вторник, 2 апреля, нам дадут 15 тысяч, 1 миллион 200 серебра и 40 тысяч опыта. Ну и также дадут всем танк Т-59 премиумный. Очень такой редкий, который разработчики никому никогда не говорили, в общем-то, что будут дарить. Но тут, в общем-то, все это подарят. Но, естественно, естественно, все это подарят нам ребята на время и не на основном сервере игры, а на вот этом классическом сервере игры. При этом особенности данного сервера будут заключаться, что там будут только три нации, СССР, Германия, США, даже Франции не будет. При этом всему экипажу на танках будет начислено пожаротушение, ремонт, маскировка. Не будет никакой лампы, артиллерия не будет оглушать, легкие танки будут передвигаться только на гусеницах. Олдскульная будет физика, то есть мы можем повиснуть там на краю обрыва и стрелять по противнику, и даже никто не сможет нас столкнуть вниз. Будет общий чат, то есть можно будет пообщаться с противниками, будет упрощенная экономика, будут низкие цены на внутриигровом магазине. Также, еще ко всему прочему, сможешь быстрее выкачивать танки, выгоднее покупать топовые машины. Цены на премиум танки также снижены, не говоря уже о камуфляже, снаряжении, демонтаже, оборудовании и так далее. Вот, классик, все это значительно дешевле. Но, естественно, это все не перетекет к тебе на основной сервер игры. Специальные снаряды и улучшенное снаряжение только за золото. Да, когда-то нельзя было просто взять и купить это добро за кредиты. Были времена. То есть, ребята, чтобы пострелять голдой, голдовыми снарядами, нужно будет тратить реальную голду, которая будет ограничена. И тебе решать, или эту голду, там, не знаю, на исследование потратить, или же все-таки на голдовые снаряды. То есть, вот что будет, если голда будет отсутствовать. Ну и, наконец, возможность получить уникальный стиль и надпись с эмблемой. Для этого нужно всего лишь сыграть три боя на сервере World Classic. Стиль, надпись, эмблему можно установить на любой танк на основном сервере. Ну, то есть, вот это вот уже перетекет на основной сервер. Вот вы сейчас можете видеть, как это все выглядит. Довольно прикольные камуфляжи, эмблемки. Достаточно всего три боя сыграть, даже если не понравится этот сервер. Ну, вот эти вот эмблемки и стиль уж точно стоит забрать. Как установить? Я размещу ссылку в описании. Вот Classic устанавливается через Game Center, приложение, благодаря которому можно управлять всеми играми Wargaming. Если у тебя есть Wargaming Game Center, если у тебя уже есть Wargaming Game Center, просто кликни там по ссылке, короче, на официальном сайте, и, собственно, качай. Ну, и придется вот этот Game Center скачивать. Когда можно будет поиграть в классические танки? Событие пройдет 29 марта в 10.00, по 3 апреля в 9.00 все это закончится, и сервера закроются. А как мне восстановить доступ к аккаунту, если я давно не заходил в World of Tanks? Восстановить доступ к аккаунту может Центр поддержки пользователей. На некоторые вопросы ты найдешь ответы здесь. На этом именно, если смотреть официальный сайт игры. Как можно сыграть в World Classic? В ангаре в текущей версии появится портал, ведущий на инсталлятор World Classic. Как мне поиграть в World Classic, если у меня нет Wargaming Game Center? Скачать, собственно, Wargaming Game Center и кликнуть, установить. Будет ли какие-то награды за события? Наградой будет уникальный стиль. Что его получить? Что его получить? Чтобы... Но тут ошибка на официальном сайте, похоже. Тебе нужно сыграть минимум 3 боя на сервере World Classic. Какой размер клиента? 4,5 гигабайта. На какой версии клиента будет World Classic? World Classic это игра версии 0.7.1.1, но с техникой из 0.7.0. Здесь нет французских танков и автоматов заряжения. Есть общие чаты, специальные снаряды только за золото. Можно ли собирать взводы? Да, взводы разрешены. Какие режимы доступны в World Classic? Случайные бои, ротные бои, а также ты можешь собирать тренировочные комнаты. Минимальные системные требования. Вот Classic без проблем запустится на твоем компьютере, если у тебя идет актуальная версия игры. Заморозка техники. Заморозка техники для 9 уровня 15 минут, для 10 уровня 30 минут. Включая в событии для того, чтобы не было большого скопления высокоуровневой техники в боях. Разнообразие техники на низких уровнях, что соответствует духу 0.7.0. Вот это они, кстати, классно придумали. То есть нельзя только на десятках постоянно играть. Придется еще и открывать, в общем-то, там другие танки. Там на девятках, на восьмерках играть и так далее. Ограничение специальных снарядов. В боекомплекте можно загрузить не более 10% снарядов за золото. Данный показатель полностью соответствует статистике обновлений от 0.7.0 до 0.7.1. Таким образом, введя данные ограничения, мы воспроизводим атмосферу тех и лет. Ну, в общем-то, очень классно, я считаю. То есть можно будет поиграть и проникнуться атмосферой того старого 0.7.0. Мало кто, возможно, даже помнит из текущих игроков, что это вообще такое. Да, кто-то скажет, что старая графика, там физики вообще нет никакой, танков мало и все такое. Но именно в те времена, на самом деле, был нормальный баланс World of Tanks в плане того, что, ну, каждый танк, он противодействовал другому танку. Была такая вот очень хрупкая система, и разработчики, по сути, добавляя постоянно новые танки, новые ветки, новые карты и многое все такое необдуманное, они, по сути, нарушили вот эту хрупкую систему. И сейчас мы уже играем, на мой взгляд, субъективный, уже в другие танки, переродившиеся, которые, может быть, где-то лучше, где-то худше, но по балансу именно, на мой взгляд, они хуже. Конечно, график и все остальное стало лучше. В общем, в целом, я рекомендую вам ознакомиться, благо тут еще и эмблемки и стиль вам за это дадут бесплатно. Ну, и на Типе 59-м сможете прокатиться. Также оригинально разработчики сделали то, что голдой нельзя будет пылять направо и налево, то есть будет, во-первых, ограничение 10% от боекомплекта. Во-вторых, голды не так уж и много будет. И также стоит отметить, что разработчики постарались, в общем-то, воспроизвести все-таки атмосферу тех лет. И те из нас, кто реально играл в те времена, они будут, я думаю, очень сильно довольны. Сам я совсем скоро, кстати, поиграю на стриме в этот режим обязательно, потому что, ну, такое пропускать уж точно нельзя. И посмотрим, что же разработчики нам такое интересное предоставили, как они все это смогли воплотить в жизнь. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok